Многообещающие проекты UST в Европе. Коммерческий контракт в Южной Азии. Важный этап сертификации комплекса «Карат». Мы проводим испытания на скоростных режимах в 120 км в час. Соглашение с ведущим вузом Российской Федерации. И уникальный проект для Чукотского автономного округа. Это «Дайджест UST», где мы рассказываем о главных новостях компании. Наука. UST Inc. продолжает развивать научное направление. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским горным университетом. Стороны договорились о совместном продвижении проектов грузовых комплексов в местах добычи и переработки полезных ископаемых. Обладая серьезными компетенциями и дополняя друг друга, стороны смогут реализовать новые, эффективные решения для горнодобывающей отрасли. Санкт-Петербургский горный университет – это одно из ведущих учреждений Российской Федерации, подготавливающее инженеров в области горной добычи. Мы, как технологическая компания, крайне заинтересованы в сотрудничестве с этим вузом не только в контексте реализации научных совместных разработок, но и в контексте внедрения на территорию Российской Федерации наших инновационных транспортных решений для перевозки навалочных сыпучих грузов Юнитран. Завершился прием заявок на международный конкурс научных работ по тематике рельсо-струнного транспорта. Своё участие в конкурсе подтвердили 40 представителей учебных заведений из разных стран мира. Конкурс научных работ позволит нам не только выявить транспортно-логистические проблемы, откуда приходят научные разработки, но и в будущем привлечь в компанию молодую креативную молодость. Чтобы разъяснить все нюансы технологии и оформления работ, специалисты USD-IN провели специальный онлайн-семинар для участников конкурса и их научных руководителей. Технологии Флагман компании USD-INC Unibus Carat U4212 достиг скорости 120 км в час во время тестов в Центре испытаний и сертификации U-Sky в Арабских Эмиратах. Мы сейчас находимся в испытательном центре в городе Шаржа. Мы тестируем наше транспортное средство UBAS-212 под названием Carat. Мы проводим испытания на скоростных режимах скорости 120 км в час. Пребывание в салоне органолептически ощущается как очень хорошее. Как вы можете наблюдать, я не сдержусь за поручни. В будущем мы планируем провести различного рода испытания, которые позволят нам расширить спектр скоростных режимов данного транспортного средства. Рады сообщить, что получили заказ на строительство уникального комплекса USD в одном из рекреационно-оздоровительных центров Восточной Европы. Проект, который будет соединять два здания в рамках одного оздоровительного рекреационного центра. То есть это будет сделано для того, чтобы посетители этого комплекса, особенно в холодное время года, могли безболезненно перейти, бесшовно перейти из одного корпуса в другой, грубо говоря, в халате и в тапочке, еще по дороге, получив возможность насладиться видом этого комплекса с высоты птичьего полета. Уже разработаны специальные технические условия и завершен предварительный проект. Сейчас активно работаем над концепцией Юнимобиля. Комплекс станет первым монорельсом в таких центрах и визитной карточкой региона. Идет обсуждение важного для одного из самых климатически сложных регионов России проекта рельсо-струнной эстакады, которая соединит два берега Анадырского лимана Чукотка. Проблема доставки пассажиров и грузов из аэропорта города Анадыр в само городское поселение, она существует, наверное, столько же, сколько существует и город. Есть зимние дороги, есть возможность переправы на морском транспорте, но все это усложняется сложнейшими климатическими условиями, сильнейшими ветрами, низкими температурами. Поэтому решение, концепция, предложенное ЗАО «Струнные технологии» для переправы пассажиров и грузов через Анадырский лиман, она уникальна. Это безопорный пролет протяженностью около 2800 метров. Это путевая структура, которая может эксплуатироваться при ветрах до 60 метров в секунду. И это еще и необходимые соблюденные подмостовые габариты. Только струнные системы, можно без ложной скромности сказать, могут позволить решить эту сложнейшую технологическую задачу при сохранении рационального, разумного бюджета на ее решение. В случае его реализации автономный округ получит круглогодичную и безопасную переправу, независимую от погоды и сезонных изменений ледовой обстановки. Смелый проект белорусских инженеров предполагает строительство безопорного участка трассы длиной 2800 метров. Высота над поверхностью воды составит больше 60 метров. Контракты Подписано соглашение о начале проектирования и строительства рельсо-струнного комплекса в Непале. Заказчик проекта – непальская компания Катманду-Подбей. Она также заключила инвестиционное консессионное соглашение с правительством провинции Коши. Здесь можно сказать, что технология струнного транспорта прописана в государственной стратегии развития Непала, как одна из перспективных технологий транспортных. При том, что за включение нашей технологии в эту государственную стратегию развития, ну я, может, такой открою политический секрет, проголосовали обе партии – и правительственные, и оппозиционные. Документы были подписаны во время инвестиционного саммита в городе Биратнагр в присутствии первых лиц страны и руководства провинции. Это был Дайджест UST. Только самое главное и интересное. Хотите узнать больше? Заходите на наш сайт, подписывайтесь на YouTube-канал и другие социальные сети, чтобы не пропустить следующий выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok